Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев и мы с вами изучаем HTML и CSS. В данном уроке мы продолжаем работать над каркасом нашей главной страницы. Будем ее приводить к нормальному виду и параллельно изучать все новое, что мы встретим на нашем пути. Итак, приступим. Давайте займемся нашим хедером. Удалим слово «header» и добавим следующий код. TextPan. Идентификатор мы ему задаем. SiteName. TextPan должен тоже закрываться у нас. И в центре ту текстовку, которую мы хотим для него написать. HTML и CSS для веб-разработчиков. Соответственно, давайте эту же самую текстовку и поместим в наш title, в заголовок сайта. TextPan – это у нас элемент строчного типа. Чем он отличается от div? Div, как вы помните, элемент блочного типа. То есть, если мы определили div, рядом определяем второй div, то он будет у нас на странице располагаться непосредственно под предыдущим div. А TextPan у нас строчный тип. И, соответственно, если мы здесь рядом еще один TextPan сделаем, то они будут располагаться друг за другом. Это основное отличие блочных типов от строчных типов. Давайте сохранимся и посмотрим, что у нас получилось. Перейдем к браузеру, обновим страницу. Вот текстовка у нас заменилась. У блока header у нас появился Span с идентификатором. И текстовка поменялась здесь. И изменился у нас title. Теперь давайте приступим к оформлению наших блоков, чтобы именно страница нашего сайта выглядела не вот таким вот непонятным образом, а уже приобрела вид нормальной страницы с хедером, с левой колонкой, центром, правой колонкой и футером. Все это у нас есть, данные блоки. И, соответственно, для них нужно сейчас будет задать стили отображения, рассказать браузеру то, каким способом нужно будет отображать данные блоки. Для этого нам потребуется перейти в папку HTML и CSS, там где наш лежит проект, и в папке style создать файл style.css. Создаем его при помощи notepad++, именно в данной папке style, и называем его style.css. В данном файле мы будем указывать правила для элементов, для идентификаторов, для классов, то, каким образом их нужно будет располагать на странице и так далее. И первое, что мы сделаем, это определим значения по умолчанию для наших базовых тегов. Для тега body, давайте посмотрим наш тег body. Вот он у нас. И, соответственно, для тега body мы зададим значения по умолчанию. Margin и padding, это отступы, мы зададим в ноль. Шрифт по умолчанию у нас задается с помощью font, размер шрифта, сам тип шрифта, Arial. Если Arial вдруг браузер не нашел, то тогда он поставит нам sans сериф. Задаем межстрочный интервал с помощью line height. Задаем цвет фона, background white белый у нас будет. И задаем цвет текста. По умолчанию он у нас будет черный. Соответственно, мы все это определили для тега body. Вот наш тег body. И по умолчанию это затронет все теги, которые у нас находятся в теге body. Все элементы тега body. Соответственно, если мы хотим, предположим, поменять текст, ширину, высоту для спана, для данной текстовки, нам уже нужно будет писать отдельно для него, для вот этого идентификатора. Давайте сохранимся. Возвращаемся в index.html. И здесь нам требуется подключить данный стиль. Показать браузеру, что нужно использовать именно этот стиль для этого документа. В стиле мы тоже будем подключать в теге head. Вот таким вот способом. Tag link. Атрибут href. То есть, где располагается данный файл. Файл располагается у нас в папке style. И называется он style.css. И это у нас файл стиля. Давайте сохранимся и посмотрим, что у нас получилось при написании вот такого вот стиля. При его применении. Обновляем страницу. Вот стиль применился. И как вы видите, текст у нас до конца к левой стеночке и к верху подполз. Для чего вообще это нужно, значение по умолчанию? Каждый браузер, он для себя вот эти вот значения по умолчанию какие-то устанавливает. Соответственно, если вы эти значения по умолчанию не установите для своей страницы, то ваша страница уже начинает по-разному отображаться в разных браузерах. Поэтому в самом начале рекомендуется сразу все обнулить именно так, как нужно вам, для того, чтобы ваша страничка одинаково отображалась в разных браузерах. Переходим в наш файл style.css и теперь давайте зададим значение по умолчанию для всех блоков div. Мы зададим данным всем блокам div бордер рамочку, ключевое слово бордер, двоеточие, ширина рамочки будет 1 пиксель, она будет у нас сплошная и цвет данной рамочки у нас будет решетка ccc. Это означает, что он у нас будет серенький. Все цвета, они вот таким вот способом кодируются. Либо можно задать его в 16-ти личном видео таким способом, либо если у какого-то цвета есть словесное обозначение, соответственно задать его словесным обозначением. Итак, давайте сохранимся, перейдем в браузер, обновим страницу. Вот посмотрите, для каждого блока у нас появилась рамочка. То же самое мы можем наблюдать и в файербаге. То есть мы выделяем какой-либо блок и в правой стороне мы видим стили, которые принадлежат данному блоку. Во-первых, на него действует его главный стиль бордер. Вот он. И на него он, то есть данный блок, который мы сейчас рассматриваем, left-блок, он у нас еще унаследует свойства от тега body. Это цвет текста и значение шрифта. Соответственно, здесь мы можем посмотреть, что было бы, если бы данный стиль не действовал на данный блок. Мы просто отключаем здесь данный стиль и, соответственно, у нас в браузере все это отображается, как бы это выглядело. Возвращаемся в блокнот, в индекс.html и что у нас далее. Далее у нас наш главный контейнер, div с идентификатором контейнер. Давайте зададим стиль для конкретного данного блока, каким образом он у нас должен отображаться. Переходим в style.css, идем ниже. И вот таким вот образом у нас описывается стиль для идентификаторов. Начинается он с решетки и далее само название идентификатора. Вот он идентификатор. Вот мы видим, что это действительно идентификатор, а не класс или еще какой-то другой атрибут, а именно id. И, соответственно, для данного id мы задаем стиль следующим образом. Решетка, название идентификатора. Открываем фигурную скобочку, закрываем фигурную скобочку. В центре описываем его свойства. Итак, нам требуется, чтобы данные нашей страницы располагались в центре. Для этого мы используем margin и указываем ему 0, пробел, авто. Что это означает? Margin – это отступ от края элемента. В данном случае первое его значение 0 – это отступ от верхнего края 0 пикселей. От правого, нижнего и левого автоматически. Благодаря вот этой строчке у нас блок будет центрирован ровно по середине страницы. Далее, строка 17. Wide – это ширина нашего блока. Ширина блока у нас будет равна 1000 пикселям. 18 строка – min-height. Минимальная высота блока контейнер. Минимальная высота у нас 700 пикселей. Сохраняемся. Перейдем в браузер, обновим страничку и посмотрим, что получилось. Вот наш контейнер выстроился. Появились по бокам пустые места. И, соответственно, все у нас вот таким вот образом выстроилось. Давайте посмотрим в фаербаге. Выберем контейнер. И видим, что на него действует стиль контейнер. Также на него действует div. И все это унаследовано от body. Теперь давайте стиль напишем для хедера, для нашего заголовка. Каким образом он у нас должен выглядеть. Возвращаемся в блокнот. И описываем стиль для идентификатора хедер. Задаем ему ширину. 980 пикселей. Почему 980? Сейчас я вам расскажу. Далее, высота будет 70 пикселей. И паддинг. Паддинг это значение полей вокруг содержимого элемента. Итак, почему мы задали ширину 980, если у нас у главного блока ширина 1000? Все очень просто. Каким образом у нас описывается паддинг? Первое его значение это для верха. То есть сверху у нас отступ будет в 30 пикселей. Далее идет справа 0 пикселей. Снизу 0 пикселей. И слева 20 пикселей. То есть получается в горизонтале мы уже сделали отступ 20 пикселей. Соответственно от общего отступа нужно отнять 20 пикселей. 1000 минус 20 получаем 280. То же самое и с высотой. У нас по идее хедер должен быть высотой 100 пикселей. Но так как мы сверху уже сделали границу 30 пикселей. Соответственно хейт у нас будет равен 70 пикселей. Давайте сохранимся и посмотрим что у нас получилось. Обновляем страничку. Вот пожалуйста у нас хедер растянулся. И благодаря паддингам. Давайте посмотрим. Вот посмотрите как это все выделяется. Благодаря паддингам у нас появился отступ от верхней границы в 30 пикселей. И от левой границы в 20 пикселей. Здесь в фаербаке можно сразу поэкспериментировать. Если вот таким вот образом выделить. Нажимая стрелочки вверх и вниз. Можно инкрементировать или декрементировать значение. Соответственно все это на экране будет сразу меняться. То есть можно определить. Если вы заранее не знаете какие значения задать. Задайте на глаз. Затем в фаербаке можно поставить те значения. Которые именно вам необходимы. И соответственно здесь их скопировать. И вставить уже в файл стиля. Далее на очереди у нас left block. Left block он у нас должен быть небольшой. Примерно вот такой по ширине. И располагаться соответственно слева. Давайте зададим ему данные значения. Итак переходим в файл CSS. И пишем следующий код. Left block. Float. Left. С помощью флота мы задаем по какой стороне будет располагаться элемент. То есть данный элемент у нас будет лепиться слева. И соответственно все остальные элементы будут его обтекать с правой стороны. Далее ширина данного элемента будет 200 пикселей. И высота данного элемента будет 100%. То есть в том блоке, в котором находится блок left block, он будет именно по всей ширине, которая свободной является, он будет там располагаться. Давайте сохраним. Перейдем в браузер. Обновим страницу. Вот. Блок left block он у нас как и был, так и остался слева. И у него вот так вот появилось ограничение по ширине. Давайте его выделим. Вот он у нас 200 пикселей. Вот можно поэкспериментировать. И благодаря тому, что мы сделали ему float left, центральный блок у нас переместился рядышком с ним. Если раньше он был прям под ним. Нам это не нужно. Нам это нужно сделать так, чтобы центральный блок был как раз от него справа. Далее описываем центральный блок. Переходим в файл CSS. Добавляем следующий код. Стиль для центрального блока. Делаем ему float точно так же left. Для того, чтобы блок справа тоже мог появиться правее от центрального блока. Задаем ему ширину 594 пикселя и минимальная высота 494 пикселя. Сохраняемся. Сразу смотрим, что у нас получилось. Вот, пожалуйста. Левый блок. Центральный блок с его высотой. Вот задался данный блок. И правый блок тоже сюда вот с правого края у нас прилип. Теперь давайте опишем правый блок. Переходим в notepad. И задаем стиль для правого блока. Точно так же float left. Ширина у него будет 200 пикселей и высота будет 100%. Сохраняемся. Смотрим, что получилось. Переходим в notepad и опишем стиль для футера. Первое, что мы сделаем, это добавим clear boss. С помощью clear мы всем последующим элементам, начиная вот с данного, запрещаем обтекание для вот этих вот элементов, в которых мы задавали какое-то обтекание. Float left. То есть, футер и все последующие дивы уже будут располагаться именно так, как они должны были располагаться. Далее, ширина его будет 100% по ширине, то есть он распахивается настолько, насколько может. И высота у него будет 100 пикселей. Сохранимся, перейдем в браузер и посмотрим. Вот, пожалуйста, вот наш футер. Он упал в самый низ, нигде он не обтекает. А наши блоки именно в том виде, в котором и должны были бы находиться. Теперь давайте зададим стиль для нашего заголовка. Возвращаемся в notepad, посмотрим наш заголовок. Вот он, span с идентификатором site name. И для идентификатора site name мы зададим стиль. Вот таким вот образом. Фон сайз поставим 36 пикселей и цвет фона ccc, серенький. Сохраняемся, обновляемся. Вот, пожалуйста. На этом видео урок закончен. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. И до встречи в следующем видео уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok